ребят всем привет с вами андрей сегодня тема видео медицина в германии я наверно уже страдаю большие недели с меня защемление нерва ноги когда при ходьбе немножечко боль отдает и был я врача своего домашнего он сказал дело гимнастику выписал обезболивающие ну как бы боль утихла но не прошла и решил я пока у меня три дня отпуска сходить к терапевту чтобы попасть терапевту в германии надо записаться на прием чтобы попасть на прием ждать два месяца очень долго это раз во вторых врачей мало пациентов много очередь очень большая есть вот вариант как сегодня это принимают в одном практике то есть в одном отделении врачи там живая очередь вот я встал сегодня в 6 часов утра и поехал с утра занял очередь где-то был около 7 был 6 8 часов я зашел в регистрацию зарегистрировался и мне сказали врач принимать детей часов утра записал свой телефон отдал на регистрации мне сказали мы вам позвоним часов в 10 и тогда вы сможете приехать чтобы не стоять не ждать так что я съездил домой позавтракал и сейчас ребята уже еду 10 часов утра я еду на приемку врачу надеюсь мне повезет и меня примут просто надо показать пускай не за там рентген сделать или может быть посмотрит потому что ну как бы понимаете когда ты работаешь с болью в ноге как бы не очень приятно надо что-то делать так ну что я уже доехал сейчас поднимаюсь к врачам сразу несколько врачей надеюсь мне примут быстро я был в прошлом году здесь я пришел также около 7 был 20 простоял до 9 9 зашел на регистрацию мне сказали после обеда я только в три часа смог попасть на прием людей очень много приходится ждать это я сижу в приемной так выглядит комната ожидания обычно такая комната на человек десять здесь сидят пациенты ждут пока их вызовет врач так что ну медицина я скажу так вам германия вроде на высоком уровне но проблема в том что в германии сейчас мало специалистов у нас в районе допустим что попасть к врачу это вообще проблема в том что врачи мало и когда кто-то из врачей уходит в отпуск то практически тебе приходится искать в другом районе врача чтобы попасть к ним на прием то есть это очень проблематично я уже в приемная жду пока доктор придет заполнил анкету вот так выглядит комната так что все идет по плану пришел врач я ему описал свою проблему сказал что да возможно у меня защемление нервов меня посмотрела где что у меня болит показал ей решили сделать рентген сходил я в кабинет где делать рентген сфотографировали спину так что сейчас жду врач придет посмотрим картинки вышел и от врача получил рецепт на таблетки которые должны вечером мускулатуру расслабить плюс направление взял на гимнастику и теперь можно будет зайти в аптеку купить таблетки старость не радость так что ну и делать гимнастику также думаю уже занимаюсь гимнастикой немножечко чтобы на растяжение мышц заднего бедра короче но сами понимаете мне еще повезло что я до обеда сюда попал действительно в германии с медицины сейчас проблема наш министр здравоохранения лаутербах а он все переделывает всю эту систему медицинскую и врачи сейчас конечно не восторге от этого раньше врач получал за новых пациентов деньги от больничной кассы за лечение все зависимости какое лечение было от степень степени чажести лечения все это раньше платила больничная касса теперь все это урезали все поменяли это очень действительно не в пользу медиков так что ко многим врачам просто невозможно попасть потому что врачи теперь не берут новых пациентов им это невыгодно так как они за этих пациентов деньги не получат попробуй сейчас вот позвони любому врачу скажи я хочу записаться на приемте скажу что вы не наш пациент мы вас принять не можем вот идите своему врачу продолжение темы медицинская реформа лаутербаха я вам чтобы много не говорить как говорится не толочь масло в ступе скажу так бюджет составляет сейчас 24 миллиарда евро это на медицину на следующий год запланировано всего лишь 16 миллиардов то есть минус 8 миллиардов где возьмут эти деньги врачи и больницы скажите мне откуда они с неба не упадет урезали 8 миллиардов ребята это большие деньги но вы сами понимаете куда деньги германии сейчас раздает и отдает а вот на медицину решили немножечко вот сэкономить на них урезать так что врачи сейчас недополучает поликлиники тоже недополучает у нас в гамбурге больницы ну я не сказал что они в супер хорошем состоянии потому что везде все пошоркано потрепано ремонт давно нигде не делался оборудование я тоже нового нигде не видел то есть проблем хватает ребята это не просто выдуманная там история из пальца это вот я реально хожу по врачам иногда у нас случае вот мы дочь приболела кашель температура хотели к врачу пойти детский врач в отпуске у нас на районе следующий врач это другой район там все полно обычный врач не принимает сказал я детей до 18 лет не принимаю идите к детскому врачу детский врач в отпуске другой врач который должен принимать детей там очередь просто огромная ты не знаю должен на неделе две только ждать своей очереди чтобы попасть к врачу у вас врач на районе детский один если он в отпуске то катастрофа все потому что вся тяжесть пациентов ложится на другой район где плюс свои пациенты плюс те пациенты которые должны приезжать то есть вот такие вещи они просто выматывают родители чтобы ты ребенка показал надо тебе сутками где-то крутиться искать куда-то врача чтобы найти чтобы ребенка показать но я говорю как родитель как бы сколько раз ездил знаю что это не так просто напишите как у вас вообще вот других странах мне интересно как вот с врачами да вот прийти ребенка к врачу показать или самому прийти в поликлинику сделать какой-то анализ что-то там обследование сделать или что-то у вас заболело сколько вам надо ждать я понимаю в германии есть платная тоже медицина она очень развита хорошая дорога если у вас есть деньги у вас есть приватная больничная касса где вы сами все оплачиваете вас примут с любыми как говорится с вашими пожеланиями вам все сделал что одно это все будет большие деньги стоить я говорю про обычных людей которые платят больничную кассу от своей зарплаты взносы и имеют вот какую-то часть доступа к медицине якобы так что это опять же мое субъективное мнение может быть где-то мы расходимся в своих видений насчет медицины но я просто вижу на данный момент как медицина работает и что тяжело ей тяжело сам я это все вижу и делюсь с вами так что ребята вот такой у меня небольшой видосик получился про медицину в германии я вам скажу так про медицину я много что знаю как она работает и не надо меня верять что я не знаю потому что у меня жена медсестра дочка учится медицинском и сейчас делают практику не учебу потом она практику делать в одной больнице в другой больницы разных отделениях она это все видит рассказывать пусть я может стать изнутри знаю как работает это все и действительно там есть проблемы вот так что жду ваших комментариев обсудим это все дело и подписываемся на канал с вами был андрей всем пока